Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, принять звонок, а потом и продолжим. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, у меня такой вопрос. А можно ли создать коалицию без партии Либерману? Это, как сказать, неправный вопрос. Дело в том, что недавно я слушала выступление одного израильского русскоговорящего политолога. Чувствовалось, что он поддерживает Либермана. И у него спросили, какие у него прогнозы на развитие Израиля и политики на будущее. И вот он говорит, ну, сказал, что он думает, что это правительство, которое сейчас избирается, продержится года два, и что это последние выборы Натаньяху. Я так очень долго думала, ну, почему человек такое говорит? И мне так показалось, что, видно, Либерман планирует года через два выдвинуть какое-то невыполнимое требование, ну, типа, как он выдвигал в этот раз, и за счет этого выйти из правительства и опять его развалить. Вот поэтому можно ли без него создать коалицию? Еще один вопрос. Можно ли назначить шакет, несмотря на то, что она как бы не вошла в Кнессет? Спасибо большое. Окей. По поводу первого вопроса. На сегодняшний момент без партии Либермана, получившей пять мандатов, у правительства не будет большинства. Будет ровно 60 на 60. То есть сегодня у Натаньяху как бы нет возможности не взять Либермана. С другой стороны, Либерман ударился в очень, как бы, такую жесткую антиклерикальную, антиклерикальный пафос. И он стал едва ли не главным борцом с религиозной еврейской традицией. И он сейчас выступает очень активно против религиозных евреев. Вся его кампания была построена на этом. И это достаточно сложно уложить тем, что, в общем, религиозные партии набрали по меньшей мере 16, ультратадоксальные 16 мандатов, которые тоже должны стать частью правительства Натаньяла. И более того, они уже создали общий фронт с правой партией, единство правых, которые, они выступают вместе, так сказать, чтобы блокировать требования Либерман. То есть Натаньялу достаточно сложная ситуация. Ему нужны те и другие. И обе стороны как бы выдвигают противоположные требования. Но снова дадим возможность Натаньялу сделать то, что он умеет лучше всего. Если вы спрашиваете, может ли быть создано правительство без Либермана, теоретически, может, в случае, если Натаньял сумеет вытащить какое-то количество левых из, так сказать, разбить левые партии, расколоть их, и взять себе для веса, ему нужно буквально один-два голоса только, один-два парламентария взять себе, чтобы уже у него было правительство. Теперь это, конечно, очень ненадежно, потому что с левыми договариваться так же, как бы, опасно, как и с Либерманом. Это портунисты, которые могут завтра все перевернуть. С другой стороны, левые партии сегодня, настоящие левые, то есть традиционные левые партии, скажем, та же партия труда, она настолько ослабла, она, по сути дела, на шесть мандатов, почти такая же, как партия Либермана, маленькая. И возможно, что Натаньялу удастся какую-то сделать, так сказать, комбинацию, при которой они будут заниматься чем-нибудь таким социальным, каким-нибудь социальным вопросом, что, конечно, неприятно, что вообще левые, так сказать, куда-то влезают в правительстве, но может оказаться, что они будут более надежным партнером в коалиции, чем Либерман. Но, снова, наши с вами спекуляции сейчас, ровным счетом, пока ничего не стоят, поскольку Натаньялу лучше знает, как ему сложить коалицию, как ему этот пазл сложить. И просто посмотрим, как он это сделает, и потом уже по факту разберемся. Теоретически у него много сейчас вариантов, много возможностей, которые основаны на том, что он может расколоть левый лагерь, крайне рыхлый, несобранный, состоящий из слабых партий, желающих хоть как-то зацепиться, закрепиться где-то, чтобы уцелеть. И вот это его списка белоголубых, который состоит из трех партий, как лебедь, рак и щука, не связанных между собой ничем. Что касается Шакет, министр юстиции предыдущая Айелят Шакет действительно была, возможно, самым ярким министром прежнего правительства. И ее партия просто не прошла на выборах, мы об этом говорили, не прошла, потому что, в общем, они претендовали на тот же электорат, что и Натаньялу. И у них была своя маленькая ниша. Они были как бы как Ликут, только немножко правее. Но когда в последние дни, буквально последние часы выбора, Натаньял сказал, голосуйте только за меня, потому что иначе у левых будет большинство, и так оно действительно бы стало, то народ поверил, опять же, народ поверил Натаньялу и пошел голосовать за него. И у Айелят Шакет не прошла. Теперь Натаньял мог бы, наверное, включить ее в правительство, но у него и так будет достаточно сложный расклад. То есть нужно усадить все партии, всем партиям в коалиции нужно что-то дать. И кроме того, у него есть кандидаты на это министерство юстиции не хуже, чем Айелят Шакет. Опять же, те самые люди, про которых мы уже сказали, ему уже угрожают в прямом эфире. Говорят, если сделаешь одного из них министром юстиции, мы тебе еще накрутим срок. То есть сейчас, как бы, с его точки зрения, даже наоборот, в пику им поставить одного из этих людей, одного из этих политиков министром юстиции. И, судя по всему, они будут не хуже, чем Айелят Шакет. Но снова поживем, увидим, дадим возможность Натаньялу разгрести эту кучу, и там будет видно. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Слушаем вас. Алло. Ну, к сожалению, вас не слышно. Или перезвоните, или что-то у вас происходит со связью. 847-400-5200, телефон нашей студии. Напомню, что мы беседуем с Александром Непомнящим. Ну, а сейчас давайте поговорим о том, что произошло в Париже, ну, или вокруг этого события. Ну, да, конечно, это, кстати, такое знаковое событие, очень серьезное. В последних дней это пожар, пожар в Нотр-Даме. Как мы сегодня понимаем, в общем, не сгорело все здание Собора Парижской Богоматери. Сгорела крыша и башня. Главное, вот эта высокая башня, башенка и крыша. Внутреннее убранство не пострадало. Другое дело, что специалисты говорят, что неясно, что там с камнями. То есть от всей этой температуры, от того, что крыша пылала и горела, какие-то каменные части, которые, в общем, выглядят как будто бы нормально, на самом деле могли потерять свои свойства и могут быть опасны. Их придется заменять по-любому, потому что, как бы, иначе это все может рухнуть. Неясно, как это будет восстанавливаться. Известно, что французы уже собрали достаточно денег, чтобы и уже Макрон пообещал, что сделаем еще лучше от этого, еще лучше, так сказать, холодок по спине, потому что что там может Макрон лучше сделать даже, разве что мечеть там построить. Так или иначе, полиция официально утверждает, что речь идет о несчастном случае. Но против того, что это был несчастный случай, есть несколько соображений. Одно из них, например, есть в Израиле известный постаковед и специалист по братьям-мусульманам, по исламскому террору, которая написала в своем фейсбуке, а девочка, то есть это не девочка, это уже преподаватель Бараланского университета, которая написала книги по тематике братьев-мусульман, и она является экспертом, которого приглашают европейские спецслужбы. Вот, не говоря уже о сотрудничестве с израильскими структурами. И она написала в своей социальной сети о том, что есть информация о том, мол, поджог в Нотр-Даме произошел из шести мест, то есть шесть источников возгорания было. Шесть источников возгорания как-то не очень стыкуются с несчастным случаем. И с другой стороны, та структура полицейская, которая занимается сейчас расследованием, это структура, которая не занимается расследованием несчастных случаев, это структура, которая занимается антитеррором. То есть, зная французскую прессу и французскую, так сказать, методы их подачи информации, можно не удивляться тому, что они в любом случае сказали бы, что это несчастный случай, что-то на самом деле сказать трудно. А что мы действительно знаем, это то, что в последние годы по всей Франции оскверняются десятки церквей. И буквально в начале этого года прокатилась волна осквернении поджога в церкви. Вандалы разбивают статуи, табернакулы, то есть вот эти вот шкафы, где хранятся предметы религиозного быта, и святые дары, и кресты. И вот буквально 17 марта была атакована вторая повеличение в Париже церковь Сент-Сульпис, которую подожгли сразу после воскресной мессы. А в феврале была атакована церковь святого Николая в Уль. Там разбили статую Девы Марии и опрокинули на землю алтарь и кресты. А в феврале был атакован собор святого Алана в Лагоре на юге Франции. Там тоже сожгли алтарь и кресты и статую святых разбили. А в ними, близ испанской границы, вандалы разбили алтарь церкви Нотр-Дам де Инфанте. Еще намалевали из фекалий крест на стене. И по отчетам, которые собирают сейчас, есть такая организация, которая занимается, ну как есть организации, которые занимаются фактами нападений или антисемитских каких-то проявлений, есть такая же организация в Европе, это стало, к сожалению, сейчас очень актуально, которая занимается фактами нападений и выступлений против христиан в Европе. Так вот, они говорят, что только в феврале во Франции было зафиксировано порядка 47 акций, таких вот актов против церкви. Другое дело, что Нотр-Дам де Пари это очень известное место, его нельзя было замолчать просто. А церкви в каких-нибудь городах поменьше, церкви не такие значимые, то, что с ними происходит, как бы знают только жители этого города, прихожане этой церкви, и все. И увеличение атак против католических церквей вот по данным, по отчету этой организации, защищающей, так сказать, или занимающейся мониторингом антихристианских выступлений в Европе. Так вот, таких вот нападений увеличилось на 25% за последний год. И организация, так сказать, говорит, что в большинстве случаев мотивы неизвестны. Неизвестны мотивы. Что вдруг людей толкнуло на осквернение церквей. И что Франция, мол, сталкивается с растущим феноменом антихристианского насилия, за которым стоят анархистские и феминистские группы. Вот такие вот радикальные секуляристы и антирелигиозные группы, которые атакуют церкви в качестве... Мол, церкви для них — это символ патриархии, которую необходимо уничтожить. Ну, то есть вот как вот в Америке же тоже там всякие разные борются с привилегиями белых мужчин. А вот тут в Европе, значит, борются с католицизмом. Как-то вот у меня возникает ощущение, что когда мне говорят про анархистов и феминистов, что это некая политкорректная... политкорректный эвфемизм. И на самом деле за этими группами стоят лица тех самых мусульман, которые были жутко довольны. Фотографии зафиксировали, когда горячий Нотр-Дам и испуганные лица парижан, которые смотрят на этот кошмар, и радостные лица мусульман парижских, которые совсем даже не переживают по этому поводу. И другое дело, что политкорректность, навязанная Европе, она мешает назвать вещи своими именами и назвать истинных борцов с этими самыми церквями. То есть будет говорить об анархистах, о феминистах, которые, возможно, тоже в этом участвуют. Но на самом деле за этим все-таки, как мне кажется, опять же, стоит рука братьев-мусульман, которые, возможно, используют этих самых разрушителей Европы, анархистов и феминисток. И это все как часть общего завоевания Европы. И борьбы с их символами. Точно так же, как мы помним, были разрушены символы Нью-Йорка, американские башни. И тоже до сих пор нам объясняют, что это были вовсе не мусульмане, это были, например, даже Масады или кто-нибудь еще. Александр, давайте попробуем принять звонок. Потом вернемся, если что. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. С большим праздником. Песах вас поздравляю. Всей души. Вопрос такой, вы знаете, насчет формирования вашего нового правительства. Объясните мне, я думаю, что многих это интересует, Моша Фейгин. Чем он не устраивает Нитанияху, в принципе, практически никогда, и чем Нитанияху не устраивает его? Он из права лагеря, одного-таки правый человек. Это, конечно, не калибр премьер-министра, но почему от него все время так, никогда его никуда не берут, или это обоюдное? Можете вы объяснить, пожалуйста? Я с удовольствием вас послушаю. Спасибо. Окей. Вы знаете, я отношусь к Фейгину с большим уважением. Я считаю его важным политиком израильским, и мне кажется, важным, чтобы он был в израильской политике. Мы об этом говорили на протяжении всей предвыборной кампании. По факту, партия Моша Фейгина не прошла электоральный барьер, и в отличие от партии Айяля Шакеды Беннета, которой не хватило буквально вообще какое-то смешное количество, тысячу голосов для того, чтобы набрать необходимых четыре мандата, партия Фейгина набрала значительно меньше электорального барьера. То есть они не сумели донести себя до публики. Хотя, казалось, по всем вопросам их показывали буквально шесть-семь мандатов. То есть это партия, которая легко проходила электоральный барьер. Тем не менее, в итоге, когда Натаньяо сказал, голосуйте за Ликут, иначе все пропало, народ оставил и партию Айяля Шакеды Беннета, и партию Фейгина. И если по ходу предвыборной кампании казалось, что, в общем, Фейглин со своим как бы либертарианством увлекает за собой не только правый электорат, но и, скажем так, электорат слева, который недостаточно лев. То есть это люди, которые за свободы всевозможные, за гражданское общество, за отделение религии от государства, но при этом против, так сказать, уступа карабам, и поэтому они как бы предпочли голосовать бы за Фейглина, а не за левой партией. Так вот, оказалось, что все-таки нет, не нашлось достаточного количества людей. То есть сегодня этот политик, главная проблема Фейглина, и мне кажется, что это главное, так сказать, то, что мешает его сотрудничеству, Натаньяу, это то, что он, видимо, очень неплохой идеолог. Он видит ситуацию, он видит проблему, он не умеет притворять свое политическое видение в дело. Он не может создать рабочий механизм, который действительно пройдет вот этот вот отбор жесткий, преодолеет ориентированный барьер и станет партией в Кнессете. Пока что Фейглину это не удалось. И Натаньяу, который делает реальную политику, ему, конечно, нужны соратники, которые смогут делать реальную политику. А идеологов у нас в Израиле хватает. Вот, наверное, в этом главная проблема Фейглина. Перестать быть не только идеологом, но и стать еще и политиком, способным притворять свое видение в жизни. Спасибо. Ну, а теперь о том, что происходит в Сирии, если можно. Да, в Сирии происходит достаточно интересная ситуация, в общем, как бы не столько даже в Сирии, сколько для нас это на нашей северной границе. Вот, и там все более четко проступает совершенно новая ситуация, о которой мы на самом деле в общем говорили уже давно, но сейчас она становится все более и более очевидной. В чем с того, что вот буквально задолго до выборов Россия передала Израилю тело погибшего солдата, погибшего еще во время Ливанской войны 37 лет назад. Россияне вытащили, нашли его останки и передали израильтянам, что для израильтян на самом деле, конечно, очень важный шаг, формирующий такое дружественное отношение к России и к ее лидерам. И на той же волне израильские СМИ сразу стали уже так сказать мечтать, вспомнили тут же и о израильском разведчике середины 60-х годов Эли Койне, который был обнаружен, кстати, обнаружен советскими спецслужбами и казнен в Сирии и там же захоронен. Израиль долго добивался возвращения его тела на родину и пока не добился и тут же сразу израильские СМИ стали говорить, мол, одного вернули солдата, наверное, скоро Эли Койна вернут, вроде уже пошли слухи, что его там уже россияне достали и забрали себе. Россия все это опровергла и израильский МИД, израильский МИД израильского председателя тоже опровергли. То есть пока что если такие контакты идут, то не все сразу и не так быстро все-таки это очень аккуратные вещи, очень деликатные вещи и так быстро все не происходит. Но есть вещи происходящие сегодня в Сирии, которые для Израиля важны даже больше, чем возвращение солдат, чем эти дружественные жесты со стороны России. И это то, что Россия осуществляет масштабное усилие по предотвращению и установлению иранского контроля над Сирией. То есть мы говорили об этом, что там и здесь происходит столкновение сирийских, как бы пророссийских войск с сирийскими и проиранскими войсками. Теперь мы видим, что это не, это системно. Это реальная политика России, которая стала выдавливать Иран сразу на двух, как бы по двум направлениям. То есть что происходит? На протяжении последнего года Россия осуществляет масштабные изменения. Российские силы и союзные им милиции производят массовые аресты сирийских военных, лояльных Ирану, которых сажают в тюрьмы асадовские под предлогами того, что они коррумпированы. Они, конечно, безусловно, все коррумпированы. То есть их есть за что сажать, но это происходит как часть общей политики замены офицеров про-иранских на офицеров про-российских. Выскопоставленный сирийский офицер пишет издание по скриптум в чине бригадного генерала дезертировал и рассказывает о том, что аресты в армии происходят на фоне борьбы между русскими иранцами. И сначала русские просто хотели создать лояльные себе силы и присылали туда инструкторов российских, которые обучали сирийских призывников, чтобы они были лояльны только Асаду и никому другому. Ну, читай, Асаду и России. Но этот проект провалился, потому что все-таки нужно это очень все серьезно финансировать. У России таких возможностей финансовых нет. И тогда Россия учла свои ошибки и стали просто, так сказать, заменять людей лояльных себе, продвигать и убирать людей лояльных Ирану. Иран в ответ тоже пытается задерживать сирийских офицеров, так сказать, известных своей предвзятостью или, так сказать, преданностью России. Но у россиян больше возможностей на местах, больше, как бы, возможностей давления на Асада и зачистка военных, так сказать, структур сирийских в пользу России происходит гораздо более активно. Мы об этом говорили раньше. И России иранцы в Сирии не нужны. И в этом смысле Израиль, так сказать, вполне себе союзник России, потому что, скажем так, если Сирия будет под патронажем России, то для Израиля это будет спокойнее. Россия, у нее есть какая-то реальная политика, а не только общий вопль давайте убьем всех израильтян, всех евреев. С Россией можно договориться. И Асад под контролем России для нас гораздо меньше угрозы и опасность. Тоже угроза, тоже опасность, но гораздо меньше, чем Асад под контролем Ирана. И это, конечно, очень тонкая игра, которая идет сейчас. И снова договариваться об этом из израильских политиков, я думаю, может действительно только Натаньял. Только он способен вот так вот садиться с Путиным, приезжать в Москву и договариваться о таких деликатных вещах. С одной стороны, Россия делает то, что выгодно ей. Не будем, так сказать, льстить себе. Она делает, она выгоняет Иран не потому, что попросила ее об этом Израиль, а потому, что Россия действительно хочет, если уж она вложила столько денег в Сирию, чтобы Асад подчинялся, так сказать, был слугой только одного господина, а не двух господов. Вот. С другой стороны, Израиль это устраивает. И там и здесь мы видим, как это проявляется. Например, буквально на следующий день после выборов Израиль нанес удар по заводу Хизбаллы. Точнее, прошу прощения, по заводу иранскому в Сирии, который производит ракеты. И Россия вообще как бы не заметила этого. Правда, так сказать, тут еще просочились данные о том, что ракеты, которые использовал Израиль, это ракеты, способные обходить российские С-300. То есть, если бы Россия вмешалась, она только продемонстрировала как бы несостоятельность своей ПВО. Но они не вмешивались. И, возможно, это тоже часть вот такого общего понимания того, что Иран в Сирии больше не нужен. Вот. Ирану, конечно, это очень обидно, потому что он клал там своих солдат, он положил там своих союзников, он накачал туда кучу денег, а теперь его вот так совместными усилиями оттуда выжимают. Но реальная политика, это реальная политика, аля геркум аля гер. Вот. И более того, происходит еще более интересная вещь в Ливане. Ливан, так сказать, в последнее десятилетие воспринимается просто как предаток Сирии, с одной стороны. С другой стороны, там правит Хизбала, а Хизбала напрямую подчинена Ирану. И вот вдруг мы узнаем, что глава ливанского МИДа в Москве встречался с представителями израильских, израильских политиками или израильскими военными, которые объясняли, что у вас там в Ливане Хизбала развернула ракетные заводы, нас эти заводы совершенно не устраивают, и, в общем, либо вы сами с ними разберетесь, либо разберемся мы. Вот понятно, что Ливан разобраться с Хизбаллой не может, потому что ливанское правительство, так сказать, зависимо от Хизбала, управляет. Но они получили четкое предупреждение, и все это проходит, опять же, под продажем России. То есть, России, Иран не нужен, Хизбала тоже не нужна, и в этом ключе играет Израиль, потихонечку помогая России отжимать Иран из нашего региона, что нам на руку, на руку России, и, конечно, на руку, в общем, Америке тоже. Александр, огромное спасибо, еще раз с праздником вас, и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok